Открытый диалог с Александром Непомнящим Наши фит продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Ну что, с чего начнем? Начнем опять с этого леворадикального отребья, с Эмности Интернешнл. Да, Сергей, вы знаете, с одной стороны, мы говорили совсем недавно об этом отчете, жутком юдафобском конспиративном отчете Эмности Интернешнл по поводу Израиля. С другой стороны, на фоне всего безумия, которое происходит сейчас в мире, и вот мы буквально до эфира немножко успели поговорить с вами действительно об этом, отчет Эмности, он как бы прошел немножко в тени, и, на мой взгляд, один очень важный момент был достаточно осознан. Я подумал, что стоит вернуться к этому вопросу и просто подчеркнуть этот момент, который я считаю очень важным, гораздо более важным даже, чем, так сказать, вот сам этот отчет. Итак, действительно, 1 февраля Эмности Интернешнл опубликовал свою юдафобскую теорию заговора, по-другому не назовешь, просто о евреях. Это почти 300 страниц обличительного панфлета под названием «Апартеиды Израиля против палестинцев», имеются в виду палестинские арабы, «Жестокая система доминирования и преступлений против человечества», вот ни больше, ни меньше. И, фактически, этот памфлет говорит о том, что единственная либеральная демократия на Ближнем Востоке, то есть Израиль, единственное еврейское государство в мире, является преступной организацией с момента своего возникновения в 1948 году. То есть не, скажем, освобожденные в 1967 году земли, не победы над арабами, не защита себя от Хамаса или других террористов. Нет, само возникновение Израиля было уже фактом преступника. Согласно эмнисти, государство Израиль — это государство апартеида, само существование которого является преступлением против человечества. Снова, это не какая-то маргинальная организация, это организация с миллионными, десятками, сотнями миллионов долларов в год бюджетом, которая считается самой главной и ведущей правозащитной. Возьмем это слово в кавычках, потому что оно просто лишено всякого смысла, то есть это совершенно орловский термин. Но так или иначе, эта организация обвинила Израиль в том, что само существование нашего государства является преступлением против человечества. И вот в интервью веб-сайту, изданию израильскому на английском языке Times of Israel довольно левому, но как бы такому левому, но все-таки не антисионистскому и стесняющемуся, так уж откровенно, быть совсем против Израиля, изданию Times of Israel на прошлой неделе дал интервью Филипп Лютер, очень говорящая у него фамилия Лютер, директор эмнисти по исследованиям и защите интересов Ближнего Востока и Северной Африки. Вот красиво так называется. И вот в этом интервью он подробно описал то, как он и его коллеги с авторой памфлета видят парламентскую демократию в Израиле. Ту самую, которую, как заметил интервьюер, кстати, Лазар Берман снова. Это издание довольно левое, но они, в общем, как бы все-таки не считают, что Израиль — это преступная организация. И интервьюер заметил в начале разговора, что вы знаете, что 68% палестинских арабов на самом деле восхищены израильской демократией, то есть они с нами воюют, но при этом они чётко отдают себе отчёт, что если бы они воевали с какой-нибудь другой страной, то их бы давно не было, и бы просто уничтожили, размазали под каток. И то, что Израиль с ними, в общем-то, возится и ведёт себя супер по-человечески, они это прекрасно понимают, палестинские арабы. Часть из них, на самом деле, в страшном сне видят развитие конфликта, они хотели бы, чтобы всё было мирно. Часть из них используют эту израильскую доброту и гуманизм, а часть просто отмечает как бы как факт. 68%, практически две трети палестинских арабов понимают, что Израиль — это действительно источник добра и света, и для них в том числе тоже. Так вот, но Лютер, не Мартин Лютер, и не Мартин Лютер Кинг, а Лютер Филипп из «Эмнести», он объяснил, что он относится к Израилю, он и его коллеги, как бы составители этого конфликта, относится к Израилю как к своего рода такой потёмкинской деревне, созданной исключительно для того, чтобы скрыть зло, лежащее в самой сути еврейского государства. То есть маски сброшены, он говорит совершенно открытым текстом, как настоящий нацист. По словам Лютера, Израиль — это такая сложная система, это такой головокружительный набор законов. Я цитирую, и я, честно говоря, на самом деле пытаюсь, когда я переводил его слова с английского, это было сложно не потому, что я плохо знаю английский язык, а потому что это очень путанная речь, и вот я как бы вам приведу цитату, я на самом деле её выправлял, то есть я пытался понять, что он хотел сказать, и вот выстраивал, потому что иначе просто невозможно. Это вот этот птичий язык гуманитария, который они используют между собой для того, чтобы запутать любую вещь. И, короче говоря, он пишет так. Это такая сложная система, это он об Израиле. Это такой головокружительный набор законов, политик и практик, которые спутаны в один большой клубок. Так вот, любой из этих компонентов либо маскирует реальность, стоящую за ним, либо создаёт иллюзию невинной и законной цели. И в итоге вся эта совершенно нелегитимная конструкция кажется логичной. Поэтому тот, кто не смотрит на всё это в более широком контексте, считает её совершенно нормальным делом, действующим в соответствии с верховенством закона. Проблема же в том, как все эти вещи работают вместе. Короче говоря, если перевести вот этот птичий язык гуманитария Лютера на человеческий, то получится так. Законы Израиля хороши. Тут спорить трудно. Их применение в равной мере ко всем израильтянам, и к евреям, и к арабам, и к любым другим неевреям, безупречно. Более того, каждый аспект израильской государственности правилен. Эмнести признаёт это. Но всё это вместе не имеет никакого значения, поскольку всё это вместе взятое является одним большим заговором. Израильское государство сделало это крайне трудным для понимания, продолжает Лютер в своём, так сказать, выступлении. Оно попыталось создать дымовую завесу вокруг. И, конечно, есть демократическая система, есть судебные институты, объясняет он, которые, разумеется, затем призывают государство к ответу или, по крайней мере, оспаривают его решения. Но именно поэтому в некотором смысле это всё так сложно распутать, поскольку переплетено в один сплошной колобок. Вот ему дался этот колобок. То есть он говорит, всё как бы красиво, но на самом деле мы же должны понять, что это всё неправильно. Мы же знаем, что Израиль — это неправильно, потому что сам факт того, что у евреев есть своё государство, — это неправильно. И, короче говоря, он говорит, в Израиле заняты все тем, что создают дымовую завесу. Все — и судьи, и генералы, и законодатели, и правительственные чиновники, и министры — они все участвуют в том, чтобы переплести всё в один сплошной колобок. И вот дабы раскрыть правду о коварной порочности Израиля, миру нужны такие организации, как Эмнисти, как Human Rights Watch, как Организация Объединённых Наций и другие всякие всевозможные прогрессистские группы от Брюсселя до Беркли, которые посвящают все свои ресурсы травле крошечной демократии, окружённой врагами расистами. Без каких-то эвфемизмов наши соседи, они расисты, открыто призывающие к нашему уничтожению. И вот в том, что все эти организации, которые занимаются травлей Израиля, они намеренно закрывают глаза на реальные преступления таких стран соседней нашей, как Сирия, или как Иран, или как Китай чуть дальше, или Пакистан, виноваты, по словам Лютера, сами израильтяне, которые просто не оставляют этим организациям никакого другого выбора. Как выразился сам этот Лютер, израильское государство в конечном счёте становится объектом расходования ресурсов, которые приходится растрачивать на расследование, поскольку всё это чертовски сложно запутанно. То есть я это так понимаю, его бред, который он несёт. Я понимаю так, что нам очень сложно доказать, что Израиль незаконное государство апартеида, и нам приходится тратить кучу денег. Это понятно, это уже не мне призыв, это призыв Соросу. Давайте подденем, братан, потому что иначе мы тут не сможем доказать, что Израиль преступная организация. Ты оцыпь нам миллиончиков, а мы уже, так сказать, это всё организуем. Ну и интервьюер, который, как я уже сказал, издание само левое, но всё-таки не на всю голову левое, он логично пытался понять, а чём вот собственно Amnesty International посчитала опубликовывать свою теорию заговора именно сейчас. Ведь вроде нет войны. Более того, последние события в Израиле, казалось бы, полностью соответствуют целям Amnesty по прекращению существования еврейского национального государства. В новой правящей коалиции в Израиле сегодня доминирует радикальный левый. Более того, правящая коалиция Израиля обладает совершенно незначительным парламентской большинством буквально в один голос. Её выживание целиком зависит от самой маленькой её фракции, от партии РАМ, от арабской и исламистской партии, исторически связанной с братьями-мусульманами. То есть казалось бы, что уж больше. Почему же именно сейчас Amnesty обрушилась со своими обсессивными нападками на Израиль? И вот ответ Лютера на этот вопрос, он позволяет очень много и глубоко понять о характере неуклонно нарастающей кампании западного прогрессистского лагеря против Израиля. И поэтому я подумал, что это важно, как бы вернуться к этому вопросу, хотя мы с вами недавно говорили об этом ужасном панфлете антисемитском Amnesty International, потому что на самом деле это процессы гораздо большие, чем один конкретный памфлет, какая-то одна конкретная организация, пусть даже такая влиятельная и громкая, как Англест. Лютер объяснил, что в прогрессистском лагере, тут я опять пытался понять, что он говорит, и переводил его английский на более человеческий язык, как мне кажется. Существует нарастающая дискуссия по вопросу о том, является ли Израиль государством апартеида. В прогрессистском лагере они обсуждали. Поэтому мы считаем абсолютно правильным, продолжает Лютер, и своевременным, то, что подняли этот вопрос. Когда вы рассматриваете этот вопрос или собираетесь рассмотреть какую-то его часть, вам ведь надо обсудить это. Есть внешние факторы, есть стратегический ландшафт, и у нас есть что сказать по этому поводу. Можем ли мы внести в обсуждение свой вклад? Другими словами, опять же, если переводить этот сложный, для меня очень сложный абзац на человеческий язык, с точки зрения Amnesty International публикация отчёта именно сейчас стала, так сказать, воплощением известной фразы «все побежали, и я побежал». В прошлом году Human Rights Watch ложно обвинила Израиль в поддержании режима апартеида в Объединённом Иерусалиме и в Иудее-Самарии. То есть в тех областях, которые мы освободили в 1967 году, там Израиль поддерживает апартеид, заявила Human Rights Watch. И аналогичные отчёты публиковались другими прогрессистскими группами. И в кампусах по всей Европе и США месяц израильского апартеида, такой вот фестиваль, мы о нём как-то тоже однажды говорили, стал большим ежегодным мероприятием, где обвиняется Израиль за притеснение несчастных арабов, которые, ну, они просто стреляют ракетами по живым кварталам Тель-Авива. Ну что? Что уж прямо, мы должны были как-то отвечать им за? Так вот, Amnesty International, которая публикует отчёт, в котором Израиль обвиняется в поддержании режима апартеида не только в обеднённом Иерусалиме, в Иудее и Самарии, но вообще в суверенных границах своих, в границах 1948 года, в границах, которые когда-то ООН признала, это просто для Amnesty означает выдвинуться на передний план в текущей повестке дня. То есть есть такая текущая повестка дня. Все левые твердят, Израиль — страна апартеида, вот там, и вот там, и вот там. И тут приходит такая Amnesty вся в белом и говорит, Израиль — вообще вся страна апартеида. То есть косвенное признание Лютера в том, что именно социальное давление вынудило Amnesty опубликовать свою теорию заговора, социальное внутри вот этой прогрессистской как бы тусовки, теорию заговора, в которой утверждается, будто бы Израиль на самом деле является тайным преступным синдикатом, прячущим свою суть под ширмой либеральной демократии. Она учит нас двум важным вещам. Первое касается сегодняшнего характера прогрессистского лагеря. Ну, другими словами, левого лагеря западного. И того, какой он путь прошёл за последние десятилетия. Ведь на самом деле идея, что Израиль — это страна апартеида, она же не выдумана сейчас. В 60-е и 70-е годы возглавляемая Советским Союзом и Организацией освобождения Палестины движение «Неприсоединение». оно создало эту идею, разработало, внедрило, мы об этом с вами говорили как-то. И это была часть войны Советского Союза против Запада. И они доказывали, как бы развивали идею о том, что сионизм, еврейское национальное освободительное движение, по своей сути является расизмом. И высшей точкой кампании об израильском апартеиде того периода стало принятие позорной резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН в 75-м году, в которой сионизм определялся как форма расизма. И тогда реакция США на эту резолюцию 3379 была мощной, двухпартийной и последовательной. Как следствие, со временем за пределами самых маргинальных, радикальных кругов израильских западных левых стало всё менее и менее приемлемо противостоять реальности и обвинять еврейское государство в расизме. То есть, ну понятно, что это бред. Но как бы можно какой-то бред говорить и делать вид, что мы не понимаем, что это бред. Но даже в радикальных левых кругах, кроме самых маргиналов, конечно, там это становилось со временем как бы уже совсем не бунтоном говорить о расизме еврейского государства, потому что было понятно, что это полная колесица, полная чушь, полный бред. И вот совместная кампания СССР и ООП, она потерпела окончательное поражение с распадом Советского Союза в 91-м году. И в том же году первая администрация Буша добилась отмены резолюции 3.3.7.9. То есть, это позорное пятно. Ну, мы скажем так, на ООН ставить клейма негде. Но это была особенно позорная резолюция, и она была под давлением администрации Буша отменена в 91-м году. Но если 30 лет назад считалось социально неприемлемым назвать Израиль расистским, расистским государством, сегодня, как указал нам Лютер, ложное обвинение Израиля в апартеиде не просто приемлемо. Для прогрессистов оно стало нормой. Понимаете? То есть, как бы до сих пор мы, в общем, говорили, ну, левые, вот на них какие-то, у них есть какие-то светлые идеи, они, может быть, заблуждаются. Да всё это больше. Это всё больше. У них такие же светлые идеи, как у любых нацистов светлые идеи. У нацистов ничего не было светлого по определению, потому что они были нацисты. И у современных прогрессистов нет ничего хорошего и нет никакой наивности. Они абсолютные нацисты со всеми своими боевыми структурами типа BLM или Антиф. И это подводит нас ко второму выводу, следующему из признания Лютера. В 93-м году Amnesty International и остальная часть прогрессистского самопровозглашённого правозащитного общества наряду с израильскими левыми, конечно, и подавляющим большинством американской еврейской общины, которая всегда бежала впереди по ровозу и была самой левой. Они приветствовали начало так называемого мирного процесса между Израилем и Организацией освобождения Палестин Ясером Арафатом. И при этом они, конечно же, единогласно осуждали Израиль в контексте мирного процесса, потому что укрепляя свой суверенитет в объединённом Иерусалиме и отстаивая свои национальные юридические права в Иудеи и Самарии, Израиль, как утверждали наши левые, все, так сказать, от края до края и большинство американских евреев, подрывает шансы на мир, который мы добились бы через решение о создании двух государств. То есть парадигма двух государств основывалась на признании права Израиля на существование. Скажем так, то есть вот есть земля, неважно, чья она была, исторически, что, как, есть евреи, есть арабы, и вот арабы, пусть они признают право Израиля на существование, в каких-то границах, Израиль часть своей земли отдаст арабам, и вся модель, как бы, политики, парадигмы двух государств рассматривает конфликт палестинских арабов с Израилем как такой спор о недвижимости. Для её решения, казалось бы, как бы нужно Израилю, вот нам недавно, по-моему, пару передач назад, даже один наш слушатель, он говорил, вот, может быть, так можно сделать. Для решения проблемы Израилю необходимо передать организацию освобождения Палестины кусок земли какой-то, на которой, об, создаст уверенное палестинское арабское государство, после чего это государство станет жить мирно, бок о бок с еврейским государством. Всё зашибись. Ну, как бы, евреи немножко поделятся своей землёй. Земли у них завались, как мы знаем, огромная территория, да, мы сегодня, может, об этом ещё поговорим, но поделятся своей землёй с арабами, у которых земли мало, как мы знаем, всего 20 чертам государств. Вот. И после этого все заживём в мире. И вот приходит отчёт эмнисти. Почему я считаю, что это так важно было поднять это всё и заострить эту точку? Вот приходит отчёт эмнисти и утверждение Лютера о том, что этот отчёт был мотивирован социальным давлением, дабы не отстать от остального прогрессистского стада. И он показывает нам, что парадигма двух государств, вот типа евреи поделятся своей землёй и будет государство евреев, государство арабов, которые признают друг друга и будут жить в мире, это парадигма двух государств, для наших левых больше не актуальна. Прогрессистские левые, которые до сих пор были главными сторонниками решения о создании двух государств, больше не принимают его центральный посыл, что Израиль имеет право на существование. То есть, окей, Израиль отдаст какую-то часть, может быть, даже большую часть своих земель и будет сжаться, прижмётся к морю, будет на тоненькой полосочке, которую, так сказать, можно прострелить одним автоматным выстрелом, жить на этой полосочке, но его право на существование признают арабы. А теперь наши левые, в отличие, к слову, от Эмиратов, от Бахрейна, от Египта, от Марокко, от Судана, которые признали существование Израиля без всяких эфемизмов, без всяких условий, через соглашение Авраама. Ну, не Египет, я имею в виду вот эти четыре последние страны. Египет, по факту, признал. После мирного договора, который у нас был в 80-е годы. Так вот, центральный посыл решения о праве израильного существования для наших левых, для прогрессистов, он больше не очевиден. То есть сейчас прогрессистские левые и в Израиле, и в США полностью объединились с ООП, с Хамасом, с Ираном в своем отрицании право Израиля на существование как такового. Маски окончательно сброшены. Они не говорят, что Израиль неправилен в какой-то отдельной части, в землях, которую он освободил после 67-го года. Нет, они говорят, Израиль по определению во всех своих границах как таковой неправилен, не имеет права на существование, он нелегитимен. Понимаете? И это говорит не иранские аятолбы, фанатики, фундаменталисты, не Хамас и не Абумаза. Это говорят прогрессисты. Это говорит Amnesty International, которая у нас как бы светоч такой праведности. Мать Тереза, другими словами, на территории к западу от реки Иордан может быть теперь только одно суверенное государство, либо Израиль, либо Арабская Палестинка. И вот тут стоит осознать, что главной жертвой подобного переворачивания здравого смысла и подобного создания вот такой вот как бы парадигмы новой становится вовсе не Израиль. Большинство израильтян давно уже осознали, что Amnesty и прогрессистские левые ведущим членом которых она является, они по определению непримиримо враждебно еврейскому государству. Ну как нацисты. Ну что ты хочешь? Он нацист, так что он будет любить Израиль? Ну не любит он Израиль, он нацист. И то же самое с левыми, с прогрессистами. Точно так же большинство израильтян признали в 2000 году, что решение о создании двух государств умерло сразу же после того, как ОООП отвергла государственность и мир, развязав вместо этого против Израиля террористическую войну, которую потом назвали Вторая Интифада. То есть в 95-м году в Израиле царила эйфория. Огромное количество людей считало, что вот настал мир. Мы сейчас договоримся с арабами, отдадим им кусок земли, и у нас будет замечательный мир, мы будем жить замечательно. Но Арафат не собирался строить никакого государства для арабов. Он собирался дальше воевать с Израилем, во-первых, потому что то, что он умел. Во-вторых, ему совершенно не было интересно заниматься какими-то там выборами, какими-то детскими садиками, какими-то трубами, канализацией. Это всё было неинтересно. Он получал деньги на войну, и он собирался уничтожать Израиль, воевать до последнего конца. А политика, выборы, государство там же денег больших не сделает. Короче говоря, когда израильтяне в большинстве, ну кроме самых-самых тупых, осознали в 2000 году, что мы им предложили практически всё, а они нам в лицо начали стрелять, тогда вся эта идея для большинства израильтян умерла. И вот теперь главной жертвой формального принятия прогрессистским лагерем позиции Ирана, о том, что Израиль должен быть просто стёрт с лица земли, она становится в первую очередь администрацией Байдена. Президент Джо Байден и его команда потеряли теперь тот фиговый листок мира для оправдания своих требований и израильских уступок палестинским арабам. Теперь, когда о решении о создании двух государств, от этого решения отказались его главные сторонники, прогрессистская база Байдена, стратегическое и политическое обоснование решения о создании двух государств исчезло и осталась одна лишь неприкрытая враждебность по отношению к Израилю. Что Байден теперь хочет требовать от Израиля? Там Нэнси Пелоси, которая в старческом маразме, она тут приехала и что-то такое прошмакала про два государства для двух народов. Она еще не осознала, что ее прогрессистской базе это два государства для двух народов уже не нужно. В Грабоне видели, они не хотят два государства для двух народов, они хотят одно государство арабское без всяких еврейских государств. И поэтому теперь как бы Байден остается лысым с двух сторон, как у нас в Израиле говорят. Ну и второй жертвой открытой борьбы прогрессистских левых за уничтожение Израиля. Стали левые американские евреи, потому что доклад Amnesty International, как и вся компания израильская апартеид, вот то, что Израиль это апартеид, она в целом ставит еврейских прогрессистов перед очень жестким выбором. Либо они будут поддерживать политическую свободу и права евреев, либо они перестанут быть прогрессивными, потому что нельзя быть больше прогрессивным и признавать право Израиля на существование. Не случайно американские еврейские прогрессисты, таких, например, как Союз реформистского иудаизма, они очень яростно заклокотали, прямо как такая курица-мисушка, на отчёт Amnesty International. Они страшно негодуют, потому что это, в общем, они понимают, что это их ставит в тупик. Они либо должны отказаться от своего титула прогрессистов и выпасть из этих своих тусовок всех замечательных, либо им придётся вместе с этой тусовкой кричать «У Израиля нет права на существование». Но определяться-то всё равно придётся. Израилю за 74 года удалось создать систему, которая обеспечивает полные гражданские права всем своим гражданам. И при этом эта система защищает и сохраняет еврейскую национальную идентичность Израиля. Окей, мы знаем, мы всё время говорим о том, как несовершенна она и как много в ней всего нужно исправлять, но она всё-таки как-то работает. И вопреки теории заговора Amnesty израильская демократия реально устойчива и стабильна. Но её прогрессистские недоброжелатели в администрации Байдена и Американской еврейской общине теперь они как бы в тупике, они столкнулись с выбором, либо они признают взорные теории заговора и сохранят своё положение в прогрессистских кругах, либо им придётся признать правду. Что они выберут? Я догадываюсь, что они выберут, но давайте поживём и, как говорится, увидим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-4005-20000 на тот случай, если у вас появятся вопросы. Ну, а пока, наверное, перейдём к другой теме. Вот вы говорили о правительстве, которое имеет перевес в один голос в Кнесете. И насколько, так сказать, вот то, что делает это правительство, находит какое-то отражение в душах избирателей? Как-то они уходят, приходят? От души, черно в душу, как говорили, как недавно в одном сериале российском разговаривают бывшие заключённые. Действительно, был опубликован недавно опрос. Это компания, которая опубликовала опрос, она достаточно известна и, в общем, в отличие от большинства компаний, которые публикуют те опросы, которые от них ожидают заказчики, она до сих пор показывала очень точно все расклады. И вот на протяжении последнего полугода она показывала, что несмотря ни на что, несмотря на все те глупости и преступления и ошибки, которые совершало нынешнее правительство, всё-таки у них по-прежнему оставалась коалиция. Это самое неустойчивое, но существовало. И вот теперь возникает новая ситуация по опросу. Опять же, это ничего не меняет реальной политики. Но если бы выборы были сейчас, то мы видим, что изменяется ситуация. И в чём она изменяется? Есть четыре глобально больших изменения. партия РАМ, арабская партия против мусульман, которые сейчас находятся в правительстве, она слабее. Партия Ямина, это партия Нафтали Беннета, премьер-министра Израиля, она с трудом преодолевает электоральный барьер. Такого ещё в Израиле никогда не было. Чтобы действующий премьер-министр был настолько непопулярен в обществе, что он не просто не имел бы самой большой фракции, как всегда было раньше. По крайней мере, либо она была вообще большинство, либо она была самой большой из всех. И вот теперь эта партия Нафтали Беннета вообще не преодолевает электоральный барьер по вопросу. То есть публика просто видеть не может Беннет. Он не просто нелюбим обществом. Я думаю, что если перевести это в рейтинги похожие, вот как, допустим, замеряют их в Америке, то это значит, что у него, даже у Байдена, рейтинг будет выше. И увеличивается количество колеблющихся. То есть не просто ушедших сторонников коалиционного блока, но колеблющихся. А, в свою очередь, оппозиционный блок, блок Натанияо, блок правых партий, достигает, наконец, 60 заветных мандатов. На самом деле, нужно 61, но у них до сих пор и 60 не было. Сейчас, вот так сказать, были бы выборы сейчас, у них было бы 60 мандатов, Ликут, две ортодоксальные партии и правая партия Бецалеля Смутовича. И вот можно немножко об этом поподробнее. Если у нас есть звонки, то будем отвечать. Если нет, то давайте чуть подробнее коснемся вот как бы этого, этого анализа. Сергей, что если у нас есть звонки, то можно прерваться. Если нет, то я немножко подробнее объясню эту ситуацию. Вообще, давайте тогда примем звонок. Ну, давай. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вот я послушала вот это вот насчет Amnesty International, мне стало просто страшно. У них большой опыт разрушать страны, например, Южную Африку, они разрушили, обвинив их в Артеиде, вот они таким же способом хотят разрушить Израиль. Вот скажите, пожалуйста, какие у вас есть способы защищаться от них? Окей, во-первых, давайте сразу расставим все точки над «и». Я не считаю верным сравнивать Израиль и Южную Африку. Южная Африка это была страна, где реально существовала апартеид, где африканское, негритянское население подвергалось дискриминации, и это нужно было менять. Вопрос в том, что то, что сделали, стало еще хуже. То есть, если раньше белые угнетали там черных, то теперь черные угнетают белых и вообще всех остальных, и там просто, так сказать, нормальное такое черное расистское государство, в котором плохо всем, и неграм, и белым. Но это не значит, что та Южная Африка, которая существовала, она была идеальна. Это совершенно не связано никак с Израилем, потому что Южную Африку обвиняли в апартеиде в общем-то по праву. Израилю навязывают апартеид, так сказать, чисто из нацистских соображений. Израиль абсолютно не является страной апартеида, и это признают все. Даже Amnesty International просто говорит, что у нас на самом деле это все заговор. То есть, в Израиле, да, вроде бы все законы действуют на всех, и все нормально, нет никакой дискриминации, но на самом деле, как бы мы знаем, на самом деле, если мы, надо одеть эту самую шапочку из фольги, и вот тогда все станет ясно. Как против этого защищаться, это хороший вопрос. Понимаете, сейчас в мире происходят совершенно жуткие вещи. Я с ужасом смотрю на то, что, например, происходит в Канаде. Вы знаете мою позицию по поводу отношения к вакцинам, но то, что происходит в Канаде, когда протест людей, с ним расправляются абсолютно какими-то авторитарными, запредельно авторитарными методами, то есть какой Лукашенко, какой там Мадора, Канада, которая считалась у нас образцом демократии, там арестовывают лидеров вот этого самого протеста, народного протеста. У них отбирают топливо, у них отбирают деньги, к ним относятся как к террористам. Ребята, это просто уже что-то. То есть мы говорим уже сейчас не только о том, что надо спасать Израиль, надо спасать всю западную цивилизацию от тех людей, которые во имя демократии сейчас создают нам фашизм, о котором даже Орлов в 84 не смел говорить и не смел тупить. Вот как-то так я это вижу ситуацию. Поэтому, ну только здравый смысл и нас, и вас, за нашу и вашу свободу, только здравый смысл. И на выборах голосования пока еще можно оттеснить этих сумасшедших негодяев и привести людей, которые смогут эти опивы, конечно, расчистить. У вас это был Трамп, у нас Натаниал. Может быть, боятся другие варианты. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Алло? Да-да, пожалуйста. Окей. Знаете, я как-то смотрел, у вас фильм один сделал документально, Иудея и Самария. И вот там показано, как они теперь живут. И меня интересует такой вопрос. Сделали эту часть, 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 которая им, принадлежит, евреям, очень хорошая, выглядит очень хорошо. И вот меня интересует, неужели эту землю отдадут за порцию мороженого? Как вы думаете? Ну, я надеюсь, что не отдадут. Потому что, вообще, вот еще недавно, совсем при Натаниалу у нас и Трампе у вас, об этом даже думать забыли. То есть, это все сошло с повестки дня. И Израиль, Израиль Натаниал, говорил арабам, вы хотите мира? Давайте делать мир. Какие-то уступки территориальные, давайте оставим это в стороне. Хотите мир? Будет мир. И вот, объединенные Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Марокко, и Судан этот мир с нами заключили. И оказалось, что можно дружить домами очень хорошо и очень выгодно, без того, что Израиль идет на какие-то безумные уступки. Как вы говорите, за порцию мороженого и за бочку варенья и пачку печенья продает свою землю. Сейчас ситуация другая. У вас безумный Байден. У нас братья-мусульмане и откровенные предатели у власти. И сумеет ли общество устоять? Я очень надеюсь, что да. Как раз мы начали говорить о том, что разброды, шатания в стане сторонников нынешнего правительства. И мы это видим. То есть, с одной стороны, в этом правительстве как бы в центре более или менее все стабильно. Там находятся левые, которые четко понимают, что другого правительства им не видать как в своих уши. То есть, без предателей справа и без арабов, братьев-мусульман, так сказать, на крайнем антиизраильском фронте, они просто не создадут коалицию. Поэтому они, левые в центре стоят стабильно. Но на краях происходит разброд и шатание, потому что, с одной стороны, братья-мусульмане, точнее, сторонники партии братьев-мусульман, они хотели большего. Понимаете, вот то, что нас часто спасало раз за разом, это арабская нетерпимость, нетерпение. Они хотят сразу всё и в итоге не получают ничего. Это проблема, которая передалась и нам. И сегодня у нас тоже много горячих голов, которые хотят сразу всё и в итоге ничего не получают. Но арабов это просто как часть их культуры. И вот они пришли, дорвались до власти, и братья-мусульмане как бы держат эту коалицию за горло, но арабам всё мало. Вот они получили 53 миллиарда шекель. Они получили легализацию всех своих незаконных построек, фактически захватили, подмяли под себя Негев. Они получили то, другое, третье. Им всё мало, и они недовольны тем, что ещё недостаточно быстро разваливается государство Израиля. Они начинают как бы оставлять поддержку партиям, которые им... Ребята говорят, ну мы же не можем сразу всё, мы и так стараемся, как можем, так сказать, громим этих евреев, но не успевают. Но, так сказать, их разъелённый электорат, он как бы уже разочарован, и он начинает от рама отходить. И мы видим, с одной стороны, как бы откат поддержки от правительственной коалиции со стороны арабов, разочарованных тем, что не так быстро разваливается Израиль, как хотелось бы им. А с другой стороны, отваливаются остатки правых. То есть те правые, которые до сих пор поддерживали эти партии ренегатов, партии Ямина и Тиква Хадаша. Но про Либремана мы не говорим, потому что там клиника, там говорит не о чем. Но вот партия Ямина, Беннета и партия Тиква Хадаша, Сара и Элькина, это были как бы правые партии, которые перешли на сторону левых, создали с левыми коалицию. И сразу же после этого у них там было примерно 13 мандатов на двоих. Пять мандатов сразу отпало. То есть пять мандатов, это были, так сказать, глупые сторонники, которые поддерживали их, веря, что они с левыми не пойдут. Когда они пошли с левыми, они сказали, мы от них, так сказать, отходим. Но у них еще оставалось достаточное количество мандатов. Это порядка семи мандатов на двоих, которые продолжали их поддерживать. И вот мы увидели в этом опросе, что почти два мандата от них ушло и перешло в правый блок. Кто эти люди? Это две общественные группы. Это люди, которые, во-первых, владельцы малого бизнеса. Они считали, когда начался весь этот кризис с короной, им стало тяжело. Всем было тяжело. И Натаньяо как мог эту ситуацию разруливал. И он разруливал умело, потому что он был экономист, в общем, высочайшего класса. Но им казалось, что это недостаточно, что они достаточно поддерживают малый бизнес. И я реально понимаю, что им было действительно тяжело. И им Беннетт кричал, «Я тут устрою Сингапур». Он махал книжкой, которую он написал, что он Сингапур тут устроит. Он победит корону за четыре недели и устроит нам Сингапур экономически. Но вместо Сингапура получилась Венесуэла. И знаете, ведь это всегда у популистов так. Все, которые приходят и обещают всем все, и никто не уйдет обиженный, у них всегда вместо Сингапура почему-то выходит Венесуэла. И никогда ничего другого не получается. И вот Беннетт тоже. Он начал строить Сингапур, но как-то очень быстро это все стало похоже больше на Венесуэлу. И владельцы малого бизнеса, они как бы говорят, что-то нам как-то Беннетт совсем уже не нравится. То есть нам было плохо при Натаньялу, но сейчас нам стало гораздо хуже. Как в Библии есть такая фраза, когда пришли эти десять колен к сыну царя Соломона, и они сказали, «Твой папа прижимал налогами», а он им сказал, «Папа мой бил вас палками, я буду бить батагами». И они в итоге ушли и создали отдельное израильское государство. Он развалился тогда первый раз и еврейское государство развалилось на два, да, Израиль и Иудин. Так вот, здесь то же самое получается. Владельцы малого бизнеса начинают как бы сомневаться, что Беннетт вменяемый человек и что он действительно сделает тут Сингапур. А Венесуэлу почему-то им не хочется. А вторая часть, как бы это религиозные сионисты, которые до сих пор считали, что это просто вот Мэшиах пришел, Мессия пришел. Понимаете, впервые в истории на арене цирка премьер-министра Израиля в Кипе. Это же, за это можно все простить. И он сейчас все тут у нас ведет в полную Мессию и полную, так сказать, эру Мессии, и Геулу, и все остальное. Но вместо этого получается какая-то ерунда, потому что Беннетт продвигает в очень острых вопросах государства и религии, в которых нужно очень нежно все решать, потому что общество разное, от них хотят одного, другие хотят другого. И нельзя это все продвигать с таким большевистским накалом по-швондеровски, да, или как Шариков предполагал, все отнять и все поделить. В экономике или в общественном секторе. А у Беннета и его команды получается именно так как-то. Они все это делают таким вот с накалом большевистского и несуэльского. И религиозно-сионистская публика тоже начинает сомневаться. Та еще, которая поддерживает Беннета, поддерживала, что от него можно чего-то хорошего ожидать. И они начинают от него откатываться. И вот в итоге мы видим, что 58% жителей страны считают, что Израиль движется в негативном направлении. И это самый высокий показатель за все время после выбора. И 45% считают, что свобода слова в Израиле нарушена. Почти половина израильтян не верят, что в Израиле есть свобода слова. и 74% израильтян сообщили, что они немного или сильно сократили свои текущие расходы. То есть три четверти израильтян вдруг заметили, что жить стало хуже, жить стало совсем не веселее. Все хотели перемен, но эти перемены оказались какими-то совершенно неправильными. Помните, как у Винни-Пуха. Это какие-то неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Нам обещали Сингапур, а получилось Венесуэла. И 74% израильтян стали догадываться, что кажется чего неправильным. И 63% считают, что правительство плохо справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. То есть у всех были свое мнение, как правильно, что делать, что не делать, делать вакцины, не делать вакцины, мыть руки, не мыть руки, маски одевать, не одевать. Но предыдущее правительство что-то делало. Может быть неправильно, может быть ошибалось, может быть не ошибалось, но как-то мы из этого выкарабкивались, а у этих все пошло наперекосяк. И 63% населения считают, что что-то плохо получается. И о чем это все говорит? О том, что, конечно, сейчас внутри коалиции с одной стороны они все держатся еще плотнее друг к другу, потому что они все понимают, что вот эта ситуация, знаете, как китайская пословица, что самое ужасное, когда ты скачешь верхом на Тибр. Самое ужасное, это когда Тибр начинает останавливаться. Так вот сейчас они несутся верхом на Тибре, и они уже начинают догадываться, что когда Тигр остановится, мало им не покажется. И на следующий выбор им просто так не прийти, им нужно будет придумывать что-то совершенно сверхъестественное, то есть какую-то колоссальную провокацию, колоссальную попытку украсть выборы, или там какие-то подкупы, еще кого-то купить, еще кого-то переманить и заманить, потому что так просто общество их больше видеть не хочет. И это с одной стороны их сплачивает, с другой стороны, конечно, там начинаются разброд и шатания. И мы видим, что некоторые деятели, так сказать, из псевдоправого лагеря, те, которые сейчас внутри коалиции, они начинают задумываться о том, что окей, этот корабль тонет, и на этом корабле далеко они не уплывут, и скорее всего они потом отместят с ним, но есть шанс, если они вовремя вспрыгнут, как крысы, побегут с этого самого тодущего корабля, то, может быть, у них что-то получится, им как-то удастся все-таки перескочить и найти себе место в новом раскладе. И в этом смысле те демонстрации, которые сейчас происходят в Израиле, вот позавчера, вчера была большая демонстрация в Тель-Авиве, сегодня была демонстрация в Иудее и Самарии, видимо, мы о ней подробно уже не сумеем поговорить, Сергей, потому что вот как-то времени не очень остается, сегодня был... А у нас еще есть звонок, который так долго ждет. А, давайте ответим, давайте ответим на звонок, так долго. Если вы все еще на линии, давайте, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Александр. Вот сказано, Варвара, о партизе. Вот, не кажется ли вам, что по соусам борьбы с партизом, с белым расхитом и даже акционизм, как у вас сейчас выжали, вот, хотят вы во всем мире, даже в Европе, сейчас вот, тоже это заметно, левые исламисты хотят избавиться от капитализма, демократии и всего того, что вот проводится во всем мире, это уже более чем очевидно. У нас вот Харрис именно выдвинули, чтобы она стала следующим президентом, президентом Соединенных Штатов после Байдена. Но она себя ведет неадекватно, а так бы она могла спокойно стать президентом следующим. И вот не кажется ли вам, что вот везде выдвигаются и исламисты, и черные, но белые, и тем более евреев загоняют в угол. Спасибо. Во-первых, кажется. Во-вторых, когда мы говорим черные, нужно быть все-таки аккуратнее, в том смысле, например, у нас есть замечательные, у вас в Америке есть замечательные, потрясающие, правые, черные, которые просто умницы-разумницы, и судья, и целая плеяда вокруг Трампа была, просто людей. Поэтому надо говорить конкретно, у нас проблема, в нашем западном мире, у нас в Израиле, у вас в Америке, проблема с левыми, проблема с исламистами, безусловно, с братьями-мусульманами. И действительно удивительно, что вот как в детской присказке дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот. Советский Союз, который создавал в свое время все эти мифы, все эти идеи о том, что Запад — это апартеид, Израиль, сионизм — это апартеид, его уже больше нет. А дело это живет, и западные левые это активно продвигают. И действительно, с этим надо что-то делать, потому что мы же видим, что у левых всегда получается Венесуэла. Что бы они ни делали, куда бы они ни шли, у них всегда получается Венесуэла, причем в самом худшем исполнении этого. И вот даже, так сказать, это коснулось уже даже такой спокойной страны, что даже там у них получается такая пока Белоруссия с прицелом на Венесуэлу, потому что когда берут мирный протест, демократический, абсолютно легитимный, и неважно, правы эти люди или неправы. Можно спорить до хрепоты, они правы в своем посыле или неправы в своем посыле. Не это важно. Люди вышли на демонстрацию, потому что им что-то их не устраивает. И в демократическом государстве этих людей не разгоняют такими фашистскими абсолютно методами, как это происходит сейчас в Канаде. И мы в Израиле как бы привыкли, что к правым и левым так относятся, что у левых для своих друзей все, а для правых закон. Но мы сейчас видим, что это вопрос вообще даже не как бы правых и левых, потому что там протест, он не напрямую правый или левый, это протест, как бы вот людям плохо, правительство плохо решает их проблемы. Они говорят, нам это не нравится. Это нормальная ситуация для такой страны, как Канада. Народ вышел, народ хочет чего-то другого. Правительство, чиновники начинают выбранные должностные лица, начинают как-то суетиться, что-то менять. А вместо этого против них пускают полицию и армию. Ребята, это звучит как Беларуси, и эти люди потом будут Лукашенко что-то еще ухорять. до Лукашенко у вас в очереди чтобы поучиться мастер-класс по тому, как разгонять и подавлять народное восстание, народный протест. Поэтому, конечно, кажется, и очень даже сильно кажется, и я только надеюсь, что все-таки здравый смысл возьмет верх, что мы еще все-таки не погибнем, не рухнем, как в то время Римской империи. У нас осталось пять минут времени, я не знаю, чем, что мы успеем за это время. Попробую сказать немножко, мы были сегодня в поселке рядом с поселком строящимся, пока даже не строящимся местом должен возникнуть поселок Эвьятар. Я понимаю, что даже для большинства израильтян это ничего не говорит, а уж тем более для наших американских слушателей. Но я очень попробую объяснить очень простыми словами и очень коротко. То есть, представьте себе, что Израиль, ну, вы примерно представляете, как он выглядит, так вот, самый центр Израиля, если мы возьмем, так сказать, его физический центр, центр массы, то это получится перекресток, называемый перекресток Топо. Вот мы там и сегодня были. То есть, рядом находится город Ариэль, кто был тут, знает. На восток, если ехать минут, ну, скажем, минут 15-20, мы доедем до Иорданской долины, до границы с Иорданией. Если мы поедем на запад оттуда, прямо, то минут через 20-25 доедем до Тель-Авива и до Средиземного моря. Вот это вся наша ширина примерно такая. Вот, поедем на север, доедем до библейского шхема, до, еще дальше, немножко Армагеддон, тот знаменитый, гора Мегедо, еще дальше Галилея. Поедем на юг, это будет Иерусалим, Хеврон и Ней. И вот, это такое, как бы, центральное место Израиля. Находится оно в Самарии, то есть в тех областях, которые были освобождены во время войны шестидневной. И там сейчас идет очень жесткая война за землю. Причем эта война за землю на самом деле стратегическая. Это не то, что два христианина делят между собой, так сказать, у кого кто-то, кто там будет пшеницу или маслины выращивать. Вопрос о том, как мы говорили в самом начале нашей передачи, какое будет государство от моря до реки? Еврейское, свободное, где все чувствуют себя по-человечески, или тусклое арабское какая-нибудь автократия, типа того, что у нас тут в регионе сейчас бывает вокруг. И если раньше мы говорили про еврейских поселенцев, которые потихонечку эту землю как-то, так сказать, отжимали и превращали в цветущие сады, в последние годы мы столкнулись с тем, что Евросоюз берет деньги европейских налогоплательщиков. Ну, кстати, американские деньги там тоже через американскую организацию помощи Павлистамиду. И на эти деньги стратегически захватывают плацдарм, чтобы с одной стороны разрушить еврейскую территориальную целостность и создать арабскую территорию целостность. И вот сейчас все как бы в одном фокусе сошлось в крошечный холме Эльятар. То есть, если бы видели этот холм, я думаю, что, возможно, у кого-то из наших слушателей есть просто участок перед домом больше, чем поселок, как бы место для поселка Эльятар. И вот там при Натанияу был еврейский какой-то, так сказать, еврейский маленький форпост. То есть, какие-то молодые ребята что-то там делали, пришло новое правительство и ГАНС, министр обороны, сказал, все сносит. И была часть поселенцев, которые поддержали это правительство. Они сказали, мы их поддерживаем же наших ренегатов не просто так. Они нам тут обещали, они обещали, что они нам дадут разрешение построить этот самый Эльятар, а не сносить, не снесут. То есть, мы сейчас его снесем, а потом мы все документы как бы подготовим и его построят заново. Ну, люди более скептически настроены, сказали, вас просто разводят как лох. Но целый ряд поселенческих лидеров сказали, нет, 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 вы что, Беннек так не может, он с нами подписал договор. И это дало в самом начале этого правительства очень сильную легитимацию, потому что это было правительство как бы предателей справа, но этих предателей поддержали очень, очень известные поселенческие лидеры, за которых которых слушают, потому что все знают, что это люди, действительно сделавшие очень много и продолжающие делать. Это люди, которых не купить за деньги. то есть, на мой взгляд, они просто повели себя не очень разумно, но они дали легитимацию. И вот было заключено это соглашение. Более того, когда, так сказать, совсем недавно документ как бы был получен, то есть теперь можно поставить там начать строительство поселения, как обещали. и вот теперь часть этих самых людей, поддержавших наше правительство, ренегатов, они говорят, ну так нам же обещали, давайте теперь строить поселение. Правительство делает круглые глаза, говорит, ну как же мы можем, у нас тут левые, левые прямо в истерике заходятся, не дадим и ничего там строят. Те правые, которые считают, что надо строить, а если не строить, то, по крайней мере, валить это правительство, давят. И вот сегодня было такое мероприятие, как бы возле этого места мы требовали создания поселка. На само место нас армия не пустила. И на самом месте там арабы, как бы у арабов своя война, арабы туда, так сказать, и приходят воевать с армией, и там идет нешуточный перестрел. Сегодня там тяжело ранили одного, так сказать, особо буйного араба. Поэтому, так сказать, мирная демонстрация, как у нас, она была где-то в километре от этого поселка. Там были левые, с одной стороны, были правые, с другой стороны. Правые были в основном местные ребята-поселенцы, молодые семьи. То есть, на скидку, там это люди лет 23, так сказать, папа-мама, парочка детей, еще совсем молоденькие. С другой стороны, были левые из Тель-Авива, ягдки, которые приехали такие 60-летние уже, в общем-то, в возрасте люди. Об этом, кстати, сегодня говорили, когда эти демонстрации обменивались с приветствиями, то, в общем, мы заметили им, ребятам, этим левым, что, ребята, вы понимаете, да, посмотрите на себя и поймите, что будет через поколение, куда вы все, где будете вы и где будем. Но в целом, конечно, сейчас вот этот самый Вьетар, крошечная точечка на карте Израиля, уж тем более для Америки, для ее масштаба, вообще что-то совершенно, так сказать, под лупой не разглядеть, это может стать тем местом, с которого начнется крушение нынешнего правительства вражеского и возобновление, как бы возвращение к слову, нас, к нормальной ситуации, потому что правые, поддержавшие в свое время это правительство, говорят, вы нам обещали, вы должны там построить, левые, в свою очередь, говорят, если там начнется что-то, какое-то строительство, то все, правительство конец, и где-то, так сказать, это отместит, это напряжение, я надеюсь, что оно порвется очень скоро. Сергей, ну, поговорим о этом в следующий раз, это подробно. более подробно в следующий раз. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok